Спецоперация продолжается. Сотрудники поисково-спасательной службы второй день прочесывают дно печоры. Накануне в районе лесозавода перевернулась лодка с рыбаками. Слезы Хиросимы во всем мире вспоминают жертв атомной бомбардировки одного из городов Японии. Тогда во время трагедии погибли больше ста тысяч человек. Осторожно, злая собака. Хозяйки питомца, который покусал маленькую девочку в мае этого года, назначили штраф за несоблюдение правил выгула животных. Это телеканал Север. Пришло время подвести итоги дня. С вами Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Сотрудники МЧС второй день проводят поиски без вести пропавшего человека. Напомню, лодка с двумя рыбаками перевернулась накануне в районе лесозавода. Одному доплыть до берега удалось, судьба второго до сих пор неизвестна. Однако шансов найти его живым практически не осталось. По некоторым данным, во время трагедии оба мужчины были пьяны и находились без спасательных жилетов. ЧП произошло ночью. Поиски сегодня продолжались почти целый день. Сотрудники ПСС обследовали дно специальным оборудованием. Но пока все безрезультатно. Скорее всего, мужчину унесло течением. Рассматриваются и другие варианты. Известно, что человеку, которого сейчас ищут чуть больше 50 лет. Поиски продолжатся и завтра, а возможно, наша съемочная группа отправится вместе со спасателями. Мы следим за этой историей. Сегодня весь мир вспоминает страшные события, которые произошли в этот день 70 лет назад. С лица атомную бомбу с издевательским названием «Малыш». Около 80 тысяч человек погибли мгновенно. Еще тысячи и тысячи умирали позднее. Радиация убивала медленно и мучительно. А спустя три дня после Хиросимы 9 августа американцы сбросили вторую атомную бомбу на Нагасаки. Всего жертвами тех страшных событий стали несколько сотен тысяч мирных жителей. Виновники этой катастрофы никакого наказания не понесли ни тогда, ни годы спустя. Траурные церемонии прошли по всей Японии. Люди несли цветы, лилии и белые хризантемы. Другим темам. Хозяйка собаки, которая укусила шестилетнюю девочку, отделалась штрафом в размере трех тысяч рублей. Такое наказание женщине вынесла административная комиссия мэрии за несоблюдение правил при выгуле своего питомца. Случай, напомню, произошел в мае месяце. На маленькую девочку, которая играла на детской площадке, набросилась разъяренная собака. В результате инцидента ребенок получил травмы лица и шеи. Помощь ее оказывали в окружной больнице. На места укусов были наложены несколько швов. Родители пострадавшей девочки обратились в правоохранительные органы. А еще ранее прокуратура Ненецкого округа обратилась в суд с исковым заявлением. Дело до сих пор рассматривается. Далее блок политический. Главная тема – визит гостей из Архангельска. Политика без галстука. Завершился двухдневный визит делегации из Архангельска. Гости посетили сразу несколько предприятий, сделали ряд важных заявлений и поделились журналистами впечатлениями о нашем регионе. Школа в Красном будет готова к первому сентября. Об этом доложил гендиректор подрядной организации губернатору НАО Игорю Кошину во время посещения строящегося объекта. На Ринмаре завершился двухдневный визит делегации из Архангельска во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Игорем Орловым. Гости посетили ряд городских, сельских, промышленных и социальных объектов. Рабочую поездку глава области совершил для того, чтобы сравнить, а что изменилось в округе после передачи полномочий. Комбинат «Солнышко» стал одним из производств, которому выпало принимать гостей с поморья. К тепличному хозяйству есть чем похвастаться – помидоры, огурцы, редис, зелень и цветочная продукция. Объёмы, конечно, не такие большие, как хотелось бы, признаются аграрии. Но определённые успехи всё-таки есть. За короткий летний сезон «Солнышко» успевает вырастить полторы тонны помидоров и огурцы. Плана на них в этом году почти в полтора раза больше, чем в прошлом – 70 тонн. Во многом это происходит благодаря субсидированию конечной продукции, которой округ перешёл в конце прошлого года. Кроме того, в теплице был полностью заменён грунт. Растёт и культура потребления жителей, отметил Анатолий Чудочин. Листовой салат, например, на Ринмарце распробовали не сразу. А вот этот салат, вот эта песня. Я уже говорил, начинали, что не могли продать, а сегодня у нас чётко уже как бы всё. Есть графики поставки, есть заявки. Поэтому вот сейчас вот… «Сбыт» тоже отложил. Сегодня «Солнышко» вышло на объём в 115 тысяч салатных кустов. Главы регионов решили оценить вкус свежей зелени на месте, прямо с грядки. Нет, если хотите, здесь, здесь. После тепличной экскурсии овощеводы предложили гостям оценить качество продукции всей ненецкой агропромышленной компании. В ходе дегустации губернатор округа Игорь Кошин отметил, что АПК сегодня максимально обеспечивает население региона своими огурцами, помидорами, зеленью и молочной продукцией. Увеличению объёмов выпускаемой продукции на комбинате только рады. В настоящий момент в хозяйстве реконструируют котельную. Закончить работы планируют в 2016-м. После у аграриев появится возможность возвести новую теплицу. Этого события на комбинате очень ждут. Ведь это позволит расширить ассортимент продукции и перейти на круглогодичный сбор урожая. Слава Богу, у нас там нормальный подрядчик, который работает. Вы видите, значит, работа на ваших глазах. Как только там готовность будет под 80, ближе к 90, конечно, теплица номер один. Мы должны с вами решить две задачи. Во-первых, мы должны полностью себя обеспечить огурцы, томаты, ну, значит, по-моему, вся эта зелень. Потому что привозная – это хорошо, но мы должны полностью забрать весь рынок. Это наша с вами главная задача. Игорь Орлов таким амбициозным планом округа нисколько не удивился. И выразил уверенность в том, что цели будут достигнуты. Знаете, я не на секунду не сам бываю, что у вашего предприятия хорошее будущее. Потому что у вас здесь руководители, которые болеют своим делом, которым интересно то, что происходит. Сегодня Ненецкая агропромышленная компания, в состав которой входит тепличный комбинат, одно из немногих в округе безубыточных предприятий. Только за семь месяцев этого года прибыль предприятия составила 38 миллионов рублей. Анастасия Саботович, Ирина Цепитова, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Знакомство с округом Игорь Орлов продолжил в поселке Красное. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области посетил первую в населенном пункте аптеку, которая готовится к открытию и школьной новострой. Амбулатория в Красном – одна из новых в округе. А значит, учреждению есть чем похвастаться. Новые кабинеты полностью укомплектованы современным оборудованием, горячая, холодная вода, необходимые помещения. Руководитель учреждения назвал только кадровую проблему, характерную всей системе здравоохранения округа. В частности, в амбулатории свободна ставка стоматолога. По мнению Ивана Баранчика, сегодня врачи ждут от работы в селе подъемные деньги, которые учреждению в современных условиях добыть очень сложно. У нас доехать с горла сюда не проблема. Есть жилье служебное, есть жилье, есть возможность. Просто стоматологи вот этим вот поражены проблем и проблематично. Но это тоже пройдет сейчас, когда пройдет. Стоматологи в Красное все же приедут после перехода амбулатории в филиал поликлиники Заполярного района. Каждые три месяца в поселке будет работать один из четырех районных специалистов. На встрече с населением жители задавали вопросы и про других врачей. Игорь Орлов напомнил, архангельские учебные заведения всегда готовы принять окружных абитуриентов. Мы сегодня в Архангельской области создали систему целевого набора врачей. Очень хотелось бы, чтобы, если у вас есть молодые ребята, которые хотят учиться, девушки, и получать медицинское образование, вот через Игоря Викторовича, у нас есть специальная система целевого набора специалистов для северных территорий, вообще не только Архангельской области, Невского округа, вообще в целом. Надо учить своих. Показали гостям и новую аптеку. Ее должны открыть в сентябре после получения необходимой лицензии. До сих пор за лекарствами жители поселка ездили в Наренмар. Следующей остановкой стала школа. Руководитель подрядной компании ЛЕРО Роман Мазгалин провел экскурсию по новострою. В здании еще идут ремонтные работы. Когда реально сдадите? В сентябре месяце. Сейчас работы все заканчивают. На улице мы работу закончим в первом сентябре. И думаю, что внутри помещения то же самое. Визит в Красное делегация завершила посещением цеха по переработке оленьих шкур. Кооператив ХАРП стал первым в округе хозяйством, использующим вторичное сырье. Благодаря ассоциации ЕСАВЭй удалось найти закупщика шкур. Финский завод Лапинакка. Теперь после забоя шкуры засаливают в специальном барабане и отправляют закупщику. Только за этот год финны приобрели в округе 14 тысяч оленьих шкур. Они пополнили бюджет хозяйства на 24 тысячи евро. Один экземпляр, выделанный по европейским стандартам шкуры, подарили высокому гостю. Валентина Чибичек, Ирина Цепитова, Александр Дуркин, телеканал «Север». Ну а итогом первого дня рабочей поездки делегации Игоря Орлова и Игоря Кошина стала встреча с представителями средств массовой информации. В ходе пресс-конференции главы двух соседствующих субъектов подчеркнули, что решение о разделе полномочий между Ненинским округом и Архангельской областью было принято верно. Напомню, 5 июня 2014 года был подписан договор о взаимодействии при осуществлении государственных полномочий. Документ рассчитан на 7 лет. И вот подписав соглашение, разделив полномочия, мы стали гораздо ближе друг к другу. Мы можем думать о каких-то новых совместных проектах. Сегодня мы проговорили вопрос, связанный с той же рыбоохраной Мизенского района. Есть у нас вопрос, наши лениводы зимой заходят в Мизень, есть уже взаимные какие-то вопросы. Мы их совершенно спокойно сейчас можем решать. Мы сегодня совершенно спокойно обсуждаем определенные инфраструктурные проекты, которые мы намерены совместно решать в ближайшем времени. Также Игорь Кошин и Игорь Орлов отметили, что точек соприкосновения для совместного развития Ненинского округа и Архангельской области достаточно много. Это и транспортная инфраструктура, и подготовка квалифицированных кадров для Ненинского округа на базе Северного Арктического, Федерального и Северного Государственного Медицинского университетов, также туризм. Я хотел бы, чтобы вот это осознание того, что мы добрые соседи, того, что мы растем, развиваемся совместно во взаимных интересах, так, чтобы это ни за чей счет не происходило. Это наша политика, и она, безусловно, носит долгосрочный, многолетний характер, и это так и будет. Мы будем жить, развиваться вместе в интересах наших жителей. Завершил знакомство с регионом Игорь Орлов в Ненинской окружной больнице. Перед вылетом в Архангельск, временно исполняющий обязанности губернатора соседнего региона, провел небольшую встречу с работниками здравоохранения. Они рассказали о текущей ситуации в отрасли и своих планах. Главные партнеры окружных врачей – Архангельские медицинские учреждения. Ежегодно там проходят лечение и диагностику десятки жителей округа. Они получают специализированную помощь по онкологии, сердечным и глазным болезням, выхаживанию младенцев с низкой массой тела. Также Архангельск – кузница врачей различного профиля. Только в прошлом году штат медперсонала и врачей увеличился на 40 человек, в том числе специалистами из Архангельска. И у нас сейчас вот такого кадрового голода, где есть часть субъекта практически, у нас нет поставленных специальностей. Есть проблемы по отдельным специальностям, в частности, по обученству гинекологии у нас есть проблемы по специальностям. Это связано с директорными впусками, с тем, что работники уехали. Остается острая проблема помещений. Например, в стационарном отделении не хватает места для размещения необходимого количества коек. Что касается медицинского оборудования, городские и сельские учреждения оснащены достаточно. С помещениями мы вопрос решили. Что касается оборудования, что касается недостающих специалистов, стоит задача перед департаментом – ищите, привозите, создавайте условия. Все, что необходимо, будем делать. Мы по врачам должны быть закрыты на 100%. У нас должна быть вся необходимая диагностика. Понятно, что что касается специализированного лечения, у нас есть Атхангельская область, обладающая всем необходимым. Игорь Орлов поддержал плодотворное сотрудничество регионов в сфере медицины. Он отметил оперативный подход к решению кадровой проблемы. Так, в Архангельске незанятыми остаются более тысячи вакансий врачей. Гостю показали, как работает телемедицина. Заведующий отделом вышел на видеосвязь с детской клинической больницей Архангельска и амбулаторией в Каратайке. Есть некоторое мнение, что телемедицина – это видео-подвижение связи. Это неправильно. Сегодня в округе работают пять телемедицинских установок – в Бугурино, Каратайке, Амдарме, Усть-Каре и Нисси. За полгода жителям этих сел сделано более ста кардиограмм. У троих выявлен инфаркт. С архангельскими врачами проведено более 600 консультаций. То соглашение, которое мы подписали, оно дало целый набор возможностей для самореализации Нинецкого автономного округа. Но, безусловно, я хотел бы и так складываться фактически, чтобы те ресурсы достаточно современные, очень высокотехнологичные, которые есть в Архангельской области, конечно же, работали на наших ближайших соседей, друзей, коллег. Первый шаг для улучшения взаимодействия уже принят. На сентябрь запланирован координационный совет. Ведущие специалисты областных и окружных больниц обсудят широкий круг вопросов по сотрудничеству регионов в сфере медицины. Валентина Чебичик, Роман Велимарский, телеканал «Север». Быстрее, выше, сильнее. Горожане готовятся отметить праздник спорта. Здоровое воскресенье! На Рейнмарции день физкультурника отметят на центральном стадионе. В программе сразу несколько видов спорта. День физкультурника в Наринмаре отметят первым в истории чемпионатом по уличному баскетболу. Соревнования намечены на предстоящее воскресенье. Площадкой для игр станет городской центральный стадион. Помимо прочего, в этот день традиционно пройдет и турнир по мини-футболу. Заявки от команд уже принимают в Комитете по физической культуре и спорту. Телефон для справок вы сейчас видите на своих экранах 2-18-30. Поучаствовать в спортивном празднике сможет любой желающий. Ограничений нет. Сама же программа чемпионатов пока не определена. Это сделают чуть позже на судейской коллегии, когда станут известны все участники. Что касается погоды, то в воскресенье ожидается благоприятный прогноз. По данным метеорологов, в день физкультурника воздух в городе прогреется до 19 градусов тепла. Осадки и ветер не намечаются. Такова картина дня. Это были новости на севере. Также вы можете их найти на нашем сайте и, конечно же, в социальных сетях. Далее прогноз погоды.